Всем привет! Мы решили запустить новую рубрику «Еда в массовой культуре». И поскольку сериалы — это наша любовь, то начать хотим с одного из самых известных телевизионных шоу «Начало нулевых» — «Клан Сопрано». Блюдо, которое мы выбрали для первого выпуска, простейшее и готовится буквально за считанные минуты из нескольких ингредиентов. Но вкус его вы точно не забудете. Ставьте лайк за Сопрано и подписывайтесь на канал. А тех, кто досмотрит это видео до конца, будет ждать конкурс. Участвующие в нем смогут сами выбрать, какой следующий рецепт нам приготовить. «Сопрано» — криминальная драма Дэвида Чейза на канале HBO, сюжет которой сосредоточен вокруг босса мафии из северного Нью-Джерси — Тони Сопрано. На волне успеха сериала была выпущена кулинарная книга семьи Сопрано за авторством Алина Ракера и Мишели Шоколоне. Для первого знакомства с кухней Сопрано предлагаем взять что попроще и приготовить известный итальянский соус маринара. А вы что думали, что-то другое, да? Зити хотели? Ну вот теперь, маринара нам всем, а не зити. Все же любят простые макароны с кетчупом. А вы попробуйте макароны с маринарой. Готовится это также быстро и просто, но вкус маринары сразу унесет вас на знойное побережье Италии. Соус можно добавлять в свежую пасту, использовать как начинку для пиццы, мяса или рыбы. Ингредиентов в рецепте минимум, поэтому готовить его будем в двух вариантах. Первый классический взят прямо из книги, а второй вариант существенно сэкономит ваше время без ущерба качеству блюда. Для приготовления соуса маринара на 3-4 порции нам понадобится 30 мл оливкового масла, 2 крупных зубчика чеснока, 8-9 листьев свежего молодого базилика и самый главный ингредиент – спелые и сочные помидоры – 900 грамм. Помидоров можно взять больше, зависит от того, какое количество маринара вы хотите получить. Начнем с классического варианта. Для начала снимаем с помидоров кожицу, крестообразно надрезаем каждый помидор, перекладываем в глубокую емкость и заливаем кипятком на 30 секунд. Внимание! Именно кипятком, а не просто горячей водой. По истечении 30 секунд сливаем воду. После кипятка снять кожицу будет просто и быстро. Очищенные помидоры нарезаем на 4 части и извлекаем семена с помощью ложки или ножа. Если на этом моменте вам уже стало не по себе… К чему ж вся эта кожура? Каков смысл? Я так больше не могу! То позже мы расскажем более быстрый и легкий способ очистки помидор. Ну а пока… What you gonna do? What you gonna do? После удаления семечек томаты мелко нарезаем. Очищаем два крупных зубчика чеснока. На сковороду выливаем 30 мл оливкового масла и забрасываем к нему чесночок. Обжариваем до золотистого цвета, томим, нежно прижимаем ко дну сковородки ложкой, чтобы не расслаблялся там в масле. Буквально 4 минуты и чеснок можно доставать. Далее добавляем нарезанные помидоры, солим по вкусу, доводим до очень слабого кипения и готовим до загустения соуса еще 15 минут, постоянно помешивая. В конце добавляем мелко нарезанный базилик и еще раз как следует перемешиваем. Второй вариант соуса, который мы попробовали сделать в соковыжималке Хьюром H200. Если мысль об очистке помидор вгоняет вас в кресло психотерапевта, то вот быстрый и легкий способ, о котором мы говорили. Устанавливаем насадку для смузи. И загружаем в соковыжималку целые помидоры. Их не надо очищать ни от кожицы, ни от семян. Это сделает сама соковыжималка. Затем также выливаем 30 мл оливкового масла на сковородку, кидаем 2 зубчика чеснока, обжариваем 4 минуты, убираем и добавляем полученный сок с мякотью из соковыжималки. Солим по вкусу, доводим до слабого кипения и готовим в течение 15 минут, часто помешивая, пока соус не загустеет. Ближе к концу вмешиваем мелко нарезанный базилик и маринара готова. Вот так выглядит получившийся соус, приготовленный по классическому рецепту и в соковыжималке. Можно заметить, что в ручном варианте осталось много семечек. Тогда как во втором случае, при участии аж 200, их нет совсем. Различаются соусы и по консистенции. Ручной вариант несколько плотнее, нежели вариант из соковыжималки. Но, как оказалось, на вкусе это никак не отразилось. Наоборот, соус, приготовленный с помощью Хью Ромаш 200, вышел более насыщенным. Всего скорее благодаря тому, что помидоры не потеряли часть своего сока при удалении семечек и нарезании вручную. Ну, тут кому как нравится. Подводя итоги, хочется сказать, что соус маринара – это то блюдо, которое сложно приготовить плохо. Его можно только улучшать, экспериментируя с процессом приготовления и добавлением специй. Но, если важно время и простота процесса готовки, то соковыжималка Хью Ромаш 200 вам очень поможет. А теперь конкурс. Пишите под этим видео, какое следующее блюдо из массовой культуры нам приготовить. Чей рецепт в комментарии наберет более 50 лайков, то блюдо мы и приготовим. Рассказывайте об этом видео друзьям, делитесь им в социальных сетях, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, смотрите хорошие сериалы и готовьте вкусные рецепты вместе с нами. Рецепт в комментариях